Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Представляю вам обзор второй нашей экскурсии по Центральной Москве, одному из районов Центральной Москвы, по улицам Причистенко, Левшинский переулок, Денежный переулок. Экскурсия состоялась 6 апреля 2019 года. Ну чего, мы начинаем свою вторую экскурсию по допотопной Москве. И сегодня будет очень интересный момент. Для меня вот даже он немного волнительный, потому что перед экскурсией я думала о том, что это место, оно такое культовое. Фактически мы идем по мертвому городу. Сегодня мы покажем много мест вот этой разрухи 19 века, которые от нас все тщательно скрывают. А наша группа, давайте помашем все. Подключайтесь, помашите сюда. Вот насколько много интересующихся нашей истории истинной. Итак, встречаемся в метро Кропоткинская. Это не просто прогулка по допотопным местам, это дань памяти погибших в глиняном потопе середины 19 века. Память о которых полностью вытравлена из всех источников, документов, из сознания населения планеты. Начинаем путь с улицы Причистенка. Какое название интересное – Причистенка. Как в старину говорили, Причистенка она. Что-то, допустим, какая-то вещь. Чистенка – Причистенка. Значит, очень чистенько. Стерильная прям, как в больнице или в морге. Вся улица и прилегающие переулки наполнены погребальной символикой и символикой победителей. Мы встретим этих символов очень много на нашем пути. Ну, как всегда, полтора часа от нашей прогулки уже есть на канале Кейси Леон, автор Елена Андросова. Полная версия. Ссылка будет дана в описании. А я сделаю обзор покороче. Лена очень помогла тем, что записала самые интересные моменты. Их было немало в этой экскурсии. Да, хочу сказать, что называю захватчиков «ихние» специально. Правильно говорить «их». То есть «их символы». Это «их символы». Я говорю «ихние». Вот у меня язык сам поворачивается, так сказать. Я даже не могу объяснить это, почему. Говорю против правил русского языка «ихние». Вот у меня идет какое-то, я не знаю, презрение или верхнее уважение. Вот хотя бы так выразить это. Это преступники. И они победили в 19 веке. Вот мы сейчас и посмотрим, как они заселялись, и как они метили территорию своими символами. Как они показывали торжество своей победы над, в общем-то, глупой массой. Масса, которая стала глупой. Ну и продолжается это до сих пор их победа. Мы сразу обращаем внимание на то, что на углах здания остались специальные помещения с витиеватыми антеннами. Возможно, это имело отношение к беспроводному электричеству. Я не специалист по этой теме, но мы обращаем внимание на все необычные архитектурные детали. Итак, Причистенка. Улица Причистенка до 1658 года. Называлась Чертольская, Покровская, затем Причистенская, Причистенка, Рапоткинская. Это улица в Центральном административном округе, рядом Храма Христа Спасителя. Встречают нас сразу же постройки 16 века. Ну, по официальной версии, это постройки 17 века. Тут же дальше такие же постройки называют постройками 16 века. Я их называю именно постройками 16 века, потому что стилистика вся очень похожа на постройки времен Ивана Грозного. Так это ощущается. Это мощнейшие стены. Они могут быть как белокаменные, так и из кирпича. Кирпич, он другой, нежели был в 18-19 веках и по сравнению с современным тем более. В 16 веке по трассе улицы проходила дорога из Кремля на Водевичий монастырь. Так говорит нам официальная история. Дом первый. Это красные палаты, которые датируются официально вот концом 17 века. Ссылок на источники нигде нет. Написали на двери. Здание откопано. Есть подпорная стена, и откоп был поперек всей улицы. Хорошо видна одна линия, как бы вот по которой шел этот откоп. Откапывали далее улицу. Пространство. Рядом белые палаты на Пречистинке. К сожалению, мне не удалось найти информацию о строительных материалах конкретно этих зданий. По логике, они должны быть сложены из белого камня. Эти стены могли выдержать даже бомбежку. При повороте на Чертольский переулок сохранился фрагмент еще одного исторического здания до Петровских времен. Номер 12, дробь 2. Палаты со времен Ивана Грозного. Стены боярских палат были толстые, крепостные. Окна бойницы, кладка кирпичная, вечная, пережившая не только беды и войны 17 века, но и наполеоновское нашествие со страшным пожаром 1812 года. Это из источников. Значит, все-таки стены кирпичные. Выдерживают, да, действительно, любую войну выдержали. Немного постояли у очень старого дома. Фасад переполнен символикой. Вот справка по этому дому. Староконюшины номер 2. Строение 1, 2, 3. Особняк. Осуществлена отделка фасадов в 1881 году. А дата постройки неизвестна. Отделка фасадов. В 1898 году владение приобрели братья Антон Сергей, Алексей Михайлович Гондурин и пайщики товарищества «Мануфактур» Антон Михайлович Гондурин с братьями. В 2009 году усадьба получила статус выявленного памятника, а то и так не если. Главный дом пустует. Усадьба внесена в Красную книгу Архнадзура. Соответственно, больше никакой информации по этому удивительному дому нет. Но, однако, символики здесь очень много. И символика именно захватчиков. От дома не хочется отходить. От него веет какой-то такой истории. Это заметили все. Вот мы все заметили. Что-то здесь вот не то. Трудно это сказать, но вот идет какая-то информация. Она идет по вот таким невидимым каналам. Она просто проникает в тебя. Ты понимаешь, что здесь что-то есть. Входить не хочется. Дом говорящий. Такое ощущение, что он хочет тебе что-то рассказать о себе. Он как бы держит. Но, тем не менее, у нас впереди большой путь. И мы идем дальше довольно быстрым шагом. По пути, обращая внимание на засыпанные окна, на то, что парадные входы сделаны из окон второго этажа. Соответственно, настоящие входы под землей, то бишь глины. Так как в Москве, в основном, у Москва засыпана, завалена именно глина. Причем чистой, без примесей. А путь наш лежит в Причистинский переулок. Проходим дом ученых, мученых. Символикой победителей. Левы, левиты. Символ английской короны. Заглядываем во двор и далее на Причистинский переулок. Вот я не обратила внимания, когда прокладывала маршрут. Предварительная шла по этому маршруту. А наши участники заметили. В плитке надпись, указатель, справка. До 1937 года Причистинский переулок назывался мертвым. По фамилии домовладелицы БВ Мертвого. По другой версии, мертвыми назывались все тупиковые переулки. Но однако ж, то, что стали писать эту информацию, это хорошо. До некоторых пор это название можно было встретить лишь на старых картах 19 века. Когда я готовилась к фильму, и не более, больше нигде этого не было, еще год назад. Когда я готовилась к фильму по скульптору Анны Голубкиной, то на карте я нашла этот мертвый переулок, но информации о нем не было. А сейчас она появилась. Ну, как интересно. И вообще, я заметила, что потихонечку стала появляться дополнительная информация, которой раньше не было. По старым домам. И что у нас тут еще нам может сказать эта справочка такая? Получается, у историков есть две версии. По фамилии мертвыми назывались, либо по тупиковыми. То есть они сами точно не знают, почему было такое название. Вообще, название очень такое странное и стремное. Нормальные люди свое жилье и свои переулки таким образом не называют. Такими мрачными названиями. Даже если и фамилия, то это все равно очень мрачное. Что, других фамилий не нашлось, что ли? Людей, которые могли бы жить в переулке с другой какой-то звучной фамилией. Домовладелицы. Тем более, по фамилии домовладелицы женского рода, а пишут как фамилию мужского рода. Б. В. Мертвого. Ну что же, ладно. Пойдем дальше. Мы идем на Мертвый переулок. В общем-то, это и была основная цель этой экскурсии. Мертвый. А еще он мертвяковский. Причистинский. А еще к нему примыгает Могильцевский переулок. Как интересно. Мы не шли по нему. Могильцевский. Это тоже, видимо, по фамилии владелицы. Мы идем по Мертвому переулку. По информации, которую я находила в середине второй половины 19 века, это место было большое запустение. Может, слишком много было мертвых? Или свозили сюда трупы? Раз только названий соответствующих. И полно траурной символики. А мы идем к дому Анны Голубкиной, скульптора, которая, возможно, была и не женщина, а мужчина, что является еще одной загадкой и скрывает трагедию человека. Не в нынешнем смысле, когда жир убесится, а в другом, страшном, как и весь 19 век. Но я не буду на этом концентрироваться. Я просто замечаю, что чистая внешность скульптора, я это и раньше заметила, просто не говорила, она все-таки напоминает больше мужчину в юбке, нежели женщину. Да и барельеф, тоже показан, голова молодого мужчины с кадыком, нежели женщина. Что там за загадка, я не знаю. Это еще предстоит разгадать. Возможно, раз мы ее озвучили, возможно, каким-то образом и эта информация откроется, что там было на самом деле. Но тем не менее, то, что мы зовем скульптора Анны Голубкиной, она нам оставила очень много информации именно по трагедии 19 века. Напрямую, без намеков. Они уже декорировали ее? Я это хорошо уже показывала. На первой экскурсии мы это рассмотрели и в своем фильме «Спрячь на видном месте» МХАТ. А вот дом напротив, замечает один из участников Владимира, из кирпича разные кладки. Арочная для лицевой, без штукатурки. Он, видимо, специалист знает. А рядом кирпич со швами из бетонной смеси, под штукатурку. Здание было построено, разрушено, построено, восстановлено или уже построено-пристроено другим. А вот каким оно было изначально, где эти рисунки, проекты танули в пожарах войн 19 века. Во дворе ранее я в своем фильме «Спрячь на видном месте» показывала этот дом. Но мы смотрим внимательнее, нас много, и каждый замечает новые детали. «Рассматриваем некондиционный кирпич. Он черный, обгорелый, в саже. Он как будто в саже. Я ссылаюсь на работу Вадима, канал «Неофициальная история», где он доказывал, что подобные кирпичи – это не сажа от простого пожара. Это быстрый ожог огромной температуры, сопоставимой с ядерным взрывом. И привожу комментарий Вадима, где я задала свой вопрос по этой теме. Он пишет, что главный аргумент, который выдвигают скептики, что это оплавился кирпич в печке при обжиге. На это есть простой довод. В печке при обжиге кирпичи укладывают с отступом, а не вплотную. Следовательно, оплавиться должен был бы с нескольких сторон. А в нашем случае только с одной стороны. И потом, время воздействия высокой температуры в печи очень продолжительное. И тогда оплавление происходит на большую глубину самого кирпича. А здесь мы имеем очень тонкую корочку, как будто высокой температуры воздействовало всего несколько секунд. Еще скептики двигали мнение, что если просто топить обычную печь каменным углем, то тоже так оплавится. А в Тульской области нет каменного угля. Не повезут его к нам, так как у нас есть бурый уголь. А от бурового такое оплавление не может получиться. Ссылка на фильм-канал «Неофициальная история» по исследованию этих кирпичей, вот таких обожженных храма, Тульского храма в описании под видео. То есть у Владимира такая же вещь. Таких храмов или домов XIX века, построенных из подобных кирпичей, обожженных, и в Москве самой много, и много их в других городах. Везде их таких много. Это говорит о том, что катастрофа была глобальная. А не только пожар там в Москве 1812 года, к которому мы пытаемся всеобщим-то притянуть, как к известному пожару, распиаренному, так сказать. А вот к периоду Крымской войны там тишина. Исследуем этот двор, но мне хочется показать следующий. Напоминаю, что подробно и обстоятельно можно посмотреть более полное видео на канале Елены Андросовой. Ссылка в описании по этой экскурсии. Стена от какого строения? А Бог это знает. Исторической науке это неизвестно. Сколько знатоков, историков, архитектуры было и есть. А где информация? Каждый кирпич уже должен был быть исследован и занесен к картотеку. Я имею в виду, каждый кирпич Москвы старой. Нет. Только общие фасады и всем известные здания. Да и то большой истории особо нет. За стеной особняк Берга. Ну, это уже самые настоящие королевские типажи завоевателей. Конечно, они селились на захватченных территориях и давали новые названия улицам и писали новую историю. Особняк Берга также переполнен захватнической символикой. Но хорошая новость в том, что с недавнего времени стала появляться информация, что дома построены не во второй половине XIX века, как вот обычно они датировались последней постройкой, а что они стоят на старых каменных фундаментах или стенах и стали появляться несколько дат построек-перестроек. Это хорошая новость. Этого раньше не было, честно могу сказать. У меня уже несколько таких зданий встретилось вот с подобными несколькими датами построек через запятую. А еще год назад подобной информации не было. Давали почти в 99 случаях одну датировку последней постройки конца XIX – начало XX века. История по этому зданию конкретно имеет временной скачок. Говорится, что в 1806 году здесь была деревянная усадьба, до 1852 года, хотя по другой версии известно, что, в общем-то, Москву должны были строить уже каменную. Но, возможно, это было за пределами Белого города. Может быть, и была деревянная усадьба, сейчас не проверишь. А далее, в 1897 Берг строит каменный особняк. А до Берга с 1852 по 1897 здесь что было? Вот что здесь было? Разруха, мертвые переулки. Вот раз скачок в информации – тишина. Значит, известно, что было в 1806 году, а что было в середине XIX века – тишина. И, между прочим, это буквально касается любого особняка Москвы. И вот дальше еще буду, я буду приводить примеры, просто их настолько много, я приведу всего несколько по денежному переулку, к которому мы попадем дальше. А пока мы находимся вот в самом начале этого денежного переулка. Кстати, по этому особнячку, по Бергу, есть еще одна интересная информация. В 1918 году в здании разместилось посольство Германской империи. Значит, Берг, и они размещаются, они любят у своих размещаться. Посольство Германская империя. 6 июля 1918 года здесь левыми сэрами был убит посол Германии граф Вильгельм фон Мирбах, кавалер Мальтийского ордена. Его убил Яков Блюмкин, считается прототипом Штирлица. И вот они, послы, стремились селиться в особняках своих предшественников. В особняк Берга было в один из первых проведено электричество. Видимо, проводное уже электричество. Однако по самому Бергу информации нет никакой. Может быть, и не было никакого Берга. Но тут что интересно еще. Вот Яков Блюмкин, который убил Берга, он жил вообще-то в доме недалеко, на этом же денежном переулке. Но о нем чуть позже. А сейчас напротив особняка Берга ныряем во двор. А там, а там, а там, а там самая настоящая станция, свидетели катастрофы. И деревянный флигель на мощном каменном фундаменте, арочной формы. Из остроугольной останется непонятно чего. И крыша дома неровная, накрыли железом, чтобы не разрушалась. А сложить нормально, видимо, не было сил, ни ресурсов. Мы много наблюдали таких домов, состряпанных из чего-нибудь, и погружаясь в то время, представлялось, что выжившие люди торопились сложить стены из обломков, остатков кирпичей хоть как-то, уж не до архитектуры, лишь бы укрыться от холода и дождей. Все эти следы можно увидеть лишь во дворах Москвы с изнанки. Эти же следы и в других небольших городах, и поселках Руси еще очень-очень много всего не спрячешь. Катастрофа, война из разруха, ее следы очевидны за фальшивыми фасадами. Погребальная символика на каждом шагу. И новые заселенцы, которые ничего не знают, ничего не помнят, заселились и живут. А что стало с прежними хозяевами? Куда они делись? А многие из них под мертвыми слоями глины, в своих же домах, подвалах, прибиты у стен монастырей и церквей. При роте канав, по перекладке тру, натыкаются на кости, на останки, чьи-то, но тут же прячут и молчок. Изредка в СМИ попадает, просачивается информация, которую никак не комментируют и стараются забыть. Помнить должны мы, если не хотим, чтобы с нами так же повторили. Ну и так мы находим до дома, в котором жил убийца Берга Яков Блюмкин. Какое совпадение, ирония судьбы. Дом номер 9, дробь 5. В этом же доме жил Луначарский. Вообще советская, вернее, псевдо-советская элитка любила этот переулок, держала прислугу, как Луначарский, это луны, чары. Это не самые лучшие люди советской страны, но это история, и, так сказать, мы ее должны тоже знать и помнить. Денежный переулок сохранил много старых домов. Хочу упомянуть еще два. Дом номер 9, дробь 6. Деревянная городская усадьба Поливанова. Начало 19 века. По дому Поливанова я нашла такую информацию. Денежный переулок был уничтожен в пожаре 1812 года и представлял собой пустопорожнее. Дом стоит на каменных фундаментах дома Арсеньевых. То есть был дом еще Арсеньевых. А в 1827 году его строит Поливанов. Далее опять скачок во времени информации уже после революции. Были коммуналки. Во время войны здесь находилась школа связистов. А в 1977 снимался фильм «Хождение по мокам». В эпизодах этот дом попадал. Дом поджигали в 2000-е, чтобы занять территорию. Но его отстояли, отстроили, восстановили. Дом кажется одноэтажным, хотя с учетом каменного подвала и мезонина имеет три уровня. Ну, хотя бы честно говорится о разных временных постройках этого дома. О том, что у него он стоит на белокаменных стенах, которые называют подвалом. Ну и опять мы видим, что здесь идет временной скачок как раз вот с начала 19 века по конец 19 века. Вообще тишина. То есть там вот дом Поливановых в 1927 году и тишина. И что там дальше было во второй половине 19 века, в середине 19 века, вообще непонятно. Хотя, казалось бы, если известно то, что было до пожара 1812 года, а что же в 19 веке такое произошло, что не по одному дому исторической справки нет? Ну, не по одному. Идет скачок. Это не случайно. И следующий интереснейший особняк номер 11, деревянный, построенный в 1815 году и опять скачок во времени, в 1888 году приобретает ювелир, почетный гражданин, Грачев М.А. Или М.Г, что ли, М.А. Кто такой этот ювелир? Откуда он взялся? А также, как и все невесть, откуда взявшиеся господа во второй половине 19 века. Без родословных. Сами себе написали родословные, придумали. Откуда-то они взялись. С Луны свалились. Луна Чарские. Так и Грачевы, ювелиры. Откуда-то появились. Никакой истории, никакой информации о них нет вообще. И дальше у них пишется, что у них был фамильный бизнес. Вот откуда они взялись, эти Грачевы? Семейное дело было организовано в 1866 году. Ну, все основные даты у нас после. Вот после рубежной даты 1860 года. Значит, было организовано Грачевым Гавриилом Петровичем. Однако известная фирма приобрела, когда за дело взялись его сыновья. Ну, обычная тоже история. Тут такие прям, прям такие талантливые сыновья у всех. То у Ротшильда талантливые сыновья, то у Морозовых прям такие. Вот они все талантливые. Там у других, вот одни талантливые сыновья, куда ни плюнь. У которых нет никаких родословных. Которые появились неизвестно откуда. Выползли. И вот, значит, они сведения от 1866 года, до этого сплошное инкогнитое, белое пространство. Ну, или вот этот Грачев уже ставит лепнину в фасад, перегружен символикой. Что мы видим? Опять все их же, ихнюю символику победителей. Под портиком герб Михаила Грачева, который недвусмысленно говорит о своей принадлежности. К кому? Рассмотрим. Щит с иннициалами. По бокам два грифона. Лапами держит шнур или трос какой-то, который идет в некую упряжь. Они как будто его дергают вот за этот шнур или трос. По центру расходящийся взрыв или ракушка, что тоже является символом Ротшильдов. Из центра взрыва нитка шаров вертикально идет, ну, как бы по кругу какие-то вот там более мелкие шары одинаковые выкатываются. В них упираются две большие волны. Грифоны как бы включают процесс взрывов и волны. Ниже портика кариатиды стоят со строгими лицами. Под ними две розетки. Символизирующие взрыв вид сверху. По бокам от кариатид еще объект. Голова льва, несущая взрыв и две огромные волны. И вряд ли архитектурный декор, напоминающий технические устройства. Вот в ряд стоят архитектурный декор, напоминающий технические устройства. Я уже показывала их в фильме «Египетская сила» третья и четвертая части. Возможно, часть орнамента стилизована под беспроводное электричество. Я тоже как-то видела. Объясняли, что подобные розочки, они вот лампочки, в них были вставлены лампочки. Я не буду спорить, еще раз говорю, я не специалист. Возможно, это все надо проверять. Но орнамент однозначно воинственный, агрессивный и недвусмысленный. Теперь мы уже его расшифровываем довольно легко. Итак, по одному денежному переулку можно сказать, что во второй половине XIX века вдруг появляются невесть откуда, безраздословных, какие-то господа, богатые изначально и заселяют улицу. Это же происходит и на других улицах старой Москвы. Я уже говорила об одних и буду говорить в следующих фильмах о других фамилиях. Есть информационная яма от начала XIX века по 1880-е по истории зданий. Ну вот мы дошли до Арбата. Очень насыщенная прогулка оказалась по информации. А по Арбату как-нибудь в другой раз прогуляемся и снимем кино. Еще раз говорю, что ссылка на полную экскурсию на полтора часа, даже полтора часа это не полная экскурсия, она была побольше, но тем не менее там очень много интересных материалов, которые сняла Елена Андросова, за что я очень благодарна. Ссылка будет дана в описании. Всех вам плак! Спасибо за внимание! Подписывайтесь на мой канал! С вами была Галина Конышева! Оставляйте комментарии! И давайте вместе любить нашу историю! И вместе ее раскрывать! Шаг за шагом, шаг за шагом! У нас все получится! Всех благ! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok